Всем привет! С вами снова Давилыч и сегодня вновь обзор SSD накопителя, но уже M.2 SSD накопителя, работающего по шине SATA. Это у нас Transcend на 240 гигабайт. Друзья, на моем канале не так много M.2 накопителей и вот ко мне попал в руки Transcend на 240 моделька 820S. И это бюджетный SSD накопитель. Мне удалось купить две штуки на Авито по очень хорошей цене и, конечно же, не могу вам не рассказать про него. Что касается заявленных характеристик, то здесь у нас используется 3D NAND MLC память, контроллер от Silicon Motion 2258. Ну и я думаю, здесь не стоит ждать чего-то особенного, чего-то там сверхъестественно быстрого. В принципе, это обычный, простой, недорогой SSD. Ну а так как здесь контроллер от Silicon Motion, то значит он не очень себя покажет. По крайней мере, так показывает моя практика. Что касается скоростей, то производитель заверяет до 500 МБ в секунду на чтение, до 430 МБ на запись. И это обычное значение обычного бюджетного SSD накопителя. Что же касается ресурса данного SSD накопителя, то тут у нас значения разнятся. Везде на сайтах указано разные значения. Но, друзья, на сайте производителям, черным по белому, написано, что ресурс данного SSD объемом 240 ГБ всего лишь 80 ТБ. И это очень мало для версии на 240. То есть мы с вами встречали уже там, например, та же ADATA SU750 на 256 ГБ была с ресурсом 200 ТБ. Тут же всего 80. Опять же, это все равно много и, несмотря на гарантию 3 года, вы все равно вряд ли приблизитесь к этой цифре за время вашего использования. У меня SSD накопитель системный Samsung 860 Evo за полтора года израсходовал всего 5 ТБ. 5! Поэтому, друзья, давайте быстренько перейдем к распаковочке, к установочке и сделаем все тесты. Данный SSD накопитель по самой низкой цене можно купить под этим видео. Поэтому переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте, если вас все устраивает. Накопитель у нас поставляется вот в таком вот картонном блистере. Мы сразу видим наши SSD диски. Мы сразу видим, какой он компактный. Какой вообще размер M.2 накопителя 2280. 22 мм ширина, 80 длина. Итак, лицевая сторона Transcend 240 ГБ, M.2 SSD 820S, SATA 3, 6 Гбит в секунду. На обратную сторону 3 года гарантии. QR-код у нас на сайт производителя. Модель KTS-240G, MTS-820S. Ну и, собственно, разная информация на разных языках. Итак, русский, русский, русский язык есть. Для более подробной информации переходите на сайт. Ну, отличная информация. Далее смотрим, что есть еще. Ну, собственно, где он произведен и так далее. Он у нас произведен. Он у нас произведен в Тайване. Все, друзья, ничего особенного, ничего прямо такого интересного. Давайте вскрывать и давайте пробовать вскрыть упаковку, как это нам велит производитель. То есть, вот есть специальные такие строчки с вырезами, по которым мы, собственно, сможем и открыть нашу коробку. Как вы можете видеть, в принципе, все это дело работает, открывается. Не так, как, конечно, хотелось бы, не так хорошо, но главное есть, главное работает. Накрепитель у нас дополнительно в пластиковом блистере. И давайте смотреть, что же у нас здесь есть еще. Здесь снова есть информация. Я так понимаю, это уже гарантийная информация. Есть и русский язык, да, и краткая гарантия. Все, друзья, убираем в сторонку. Нам это больше не понадобится. Нас интересует именно наш SSD-накопитель в M2 Form Factory. Итак, давайте же мы ее с вами откроем. Вот так вот, вот так вот и достанем наш SSD-накопитель. Не знаю, почему Transcend клеит наклейку вот таким вот образом. Непонятно мне это почему, потому что все накопители устанавливаются на материнские платы вот в таком вот положении, вот так. Такого я еще крепления, к сожалению, не видел. Не знаю, к счастью ли. Итак, первое, что мы видим, это наклейка. То есть здесь Transcend, объем 240 гигабайт, моделька, там-то прам-пам, серийный номер, сделано в Тайване. Все как есть. Наклейка у нас заклеивает один чип памяти и заклеивает контроллер, который здесь у нас установлен. Ну, остальные три чипа памяти у нас вполне себе доступны, вполне себе открыты, можно на них любоваться. С обратной стороны у нас ничего здесь нет, хотя вот есть место под еще четыре банки чипов. Но, друзья, здесь у нас их нет. Я думаю, в большем объеме они действительно будут присутствовать. Ну, все, друзья, давайте приступим к установке, после чего сделаем тесты. Перед тем, как установить наш М.2 накопитель, нам необходимо убедиться и посмотреть, где у нас есть поддержка накопителей с интерфейсом SATA. Несмотря на то, что накопитель у нас в форм-факторе М.2, такие накопители бывают, которые работают по шине SATA, либо по шине PCI-Express. Итак, у меня в моем случае материнская плата от компании Asus B250MA. Здесь два слота для установки М.2 накопителей, что я считаю прямо офигенным. И самое главное, нам нужно убедиться, где у нас есть поддержка SATA интерфейса. То есть, снизу, если мы посмотрим на картинку, SATA у нас стоит X-крестик, то есть он не поддерживается. Ну, а сверху, друзья, у нас стоит галочка. Значит, мы будем устанавливать верхний слот, вот сюда. Так, для того, чтобы нам установить, нам необходимо открутить один винт. Винт этот поставляется в комплекте с материнской платой. Бывают разные варианты установки, но в основном это винт. Поэтому, друзья, если у вас этого винта нет, ищите в коробке с материнской платой. Если вы все выбросили, то, друзья, бегите в магазин и покупайте вот такой вот крошечный маленький винтик с резьбой М.1. Все, друзья, для того, чтобы установить, просто вставляем его вот таким вот образом. Он у нас получается подпружиненным в самом разъеме. И, друзья, дальше нам остается только зафиксировать его винтом. И после этого мы можем перейти уже к установке на него операционной системы. Все, друзья, закрутили. Все у нас отлично. Все у нас подключено. И все у нас сейчас будет работать. Опять же хочется отметить тот факт, что вот зачем Transcend наклеил наклейку вниз головой. Потому что вот на материнских платах все накопители устанавливаются вот таким вот образом. Вставляем слева направо. Но, друзья, нет. Transcend решили сделать так. Если у вас есть какое-то стекло в боковой панели, то вы будете видеть вот такой вот вниз головой установленный SSD накопитель. Мелочь, но все-таки неприятно. Итак, друзья, накопитель Transcend 820S у меня установлен. На него установлена операционная система с необходимым софтом. И давайте все посмотрим. Итак, переходим в управление дисками и смотрим на наш SSD накопитель. Итак, вот он диск C. Вот его объем. Чистый объем его 223,57 гигабайт. Чистый объем. Тут, в принципе, у нас все совпадает. Дальше, друзья, запускаем SSD Live. И посмотрим, что же нам покажет эта утилита. Итак, время работы накопителя 1 час. Да, действительно, даже, я думаю, больше, чем час. Пока устанавливал. Пока то на этой системе я тестировал накопители 970 Pro, 970 Evo Plus. Итак, 28 включений. Это я уже включал-выключал много раз. То есть, я думаю, здесь было не больше 10. Итак, с этим разобрались. Дальше, друзья, запускаем SSD диск инфо. И посмотрим, что нам покажет эта утилита. Итак, температура у нас сигнализирует высокая. Это у накопителя D-Adata SU750. Поэтому на это не будем обращать внимание. Обзор у меня есть уже на канале. Нас интересует вот диск C. 43 градуса. Куча смарт-параметров. Это прямо хорошо. И давайте смотреть, что же здесь у нас есть. У нас есть количество записанных, количество прочитанных данных. Теперь давайте все эти значения преобразуем в десятичную систему. И так. Вот. Все, друзья. Итак, все данные у нас стали более-менее понятны. Ну и температура 42 градуса. Мы за ней будем с вами наблюдать. Итак, прочитано 53 гигабайта. Записано 104 гигабайт. Итак, 28 включений. 1 час работы. Это, в принципе, все понятно. Все так, как и должно быть. Далее, друзья, запускаем SSD-Z. И смотрим, что нам покажет эта утилита. Ни контроллер, ни нано-память не определились. Но в остальном все то, что надо. Все то, что мы с вами уже видели. Ну а теперь, друзья, запускаем Crystal Disk Mark. И на наш диск C2 заполнен на 28%. На 63 гигабайта запускаем тест. И ждем результаты. Прошу обратить внимание, что температура у нас начинает расти. И пока она у нас 51 градус по Цельсию. Многовато. Но не будем звать, что у нас M2 накопитель. Пусть и по интерфейсу SATA. Ну и плюс отзывы по данному накопителю, что он действительно горячий. Температура подросла еще немножко и уже 52 градуса. Итак, тесты у нас подошли к концу. И мы с вами видим хорошее значение. 540 на чтение, 440 на запись. Хотя с производителем было заявлено до 500 на чтение и до 430 на запись. Везде повыше. И это, друзья, очень хорошо. Поэтому, друзья, давайте сейчас приступим к тесту AS SSD Benchmark. Посмотрим, что нам покажет эта утилита. Ну а после чего мы приступим к реальным тестам на запись. Ну а здесь, друзья, я не знаю, что такое произошло. Но накопитель показывать очень плохо. И набирает рекордное в моей практике 418 баллов. Очень низкий результат, друзья. То есть, если мы посмотрим, то скорость записи здесь отличаются у нас от CrystalDisk Mark на прямо на 300 мегабайт в секунду. И это очень много. Сейчас давайте посмотрим, как ведет себя накопитель в различных приложениях. И здесь накопитель себя показывает очень плохо. Отмечу, что температура подросла до 54 градусов. Ну а в программах иерах накопитель себя показывает очень плохо. Во-первых, большая задержка. Во-вторых, низкие скорости. Скорости обычных жестких дисков. Ну ладно, друзья. С этим мы завершаем. Давайте все наши утилиты сворачивать. Оставляем только CrystalDiskInfo для того, чтобы мы могли наблюдать, что у нас с нашим накопителем. И теперь, друзья, будем копировать с SSD накопителя ADATSU750 папку Render на наш SSD накопитель в новую папку. Пусть будет вот так вот. И давайте смотреть, что у нас будет по скоростям. Итак, стартуют с отметки в 440 мегабайт в секунду. И сразу же, друзья, сразу же падает. Восстанавливается до 400. Снова, друзья, падает. Что-то как-то странно себя ведет с SSD накопитель. Причем падает до очень маленьких значений. 15 мегабайт в секунду. 18. Очень странное явление, друзья. И, блин, ну, что-то тут не то. Либо накопитель у нас перегревается, сильно греется. И из-за этого просадки скорости, опять же, 46 градусов, это не так много. Да и те же 52 градуса, тоже не сильно должны как-то влиять на нашу скорость записи. То есть, накопитель себя сейчас ведет неадекватно. Скоро, я нападаю. Очень странно, несмотря на то, что CrystalDiskMark показал нам довольно-таки нормальное значение. То есть, я почему-то думал, будет у данного SSD накопителя лучше. История, лучше результаты. Посмотреть, что у нас будет происходить с данным SSD. До 200 поднимается, до 18 падает. По буферу пока вообще ничего не могу сказать. Вероятно, не всего он здесь есть. Порядка, думаю, по нашему графику порядка 3 гигабайт. Да уж. А потом скорость падает. Если так прикинуть, то у нас скорость должна падать. Вот, до этого значения до 200 мегабайт в секунду. Но нет. Просто 18. И совсем мне сейчас ничего не понятно. Итак, я предлагаю сейчас это копирование остановить. Это мы сейчас все удаляем для того, чтобы заново скопировать. И сейчас давайте подождем 10 минут и попробуем копирование заново. Просто, возможно, утилиты CrystalDiskMark буфер был заполнен, переполнен или еще что-то. И сейчас накопитель ведет себя неадекватно. То есть, мы не видим целой картины в целом. Поэтому ждем 10 минут и продолжаем. Итак, друзья. Прошло 10 минут. Я думаю, все успело восстановиться у накопителя. И давайте снова посмотрим, что с нашим накопителем и что у нас по скоростям. Итак, начинает 400 и скорость падает до 20 мегабайт в секунду. Снова поднимается до 200 и снова падает до очень низких значений 17 мегабайт в секунду. Это очень мало. Итак, я провожу копирование с накопителя от DATAS U750, который очень горячий. Но у него по скоростям было все, в принципе, в порядке, стандартно. Но то, что происходит сейчас, это, конечно, жесть. То есть, как накопитель себя ведет нестабильно, скорость по углу ниже. Друзья, ждать нет смысла, потому что всегда будет у нас такая картина. Ну что, друзья, накопитель. Я даже не знаю, что про него сказать. Хорошего точно ничего. Ну, а все плохое вы сами сейчас увидели. Скорости ведут себя непонятно. Накопитель ведет себя непонятно. Скорости скачут. Несмотря на то, что CrystalDiskMark показал вполне себе достойное значение, то реальные значения записи были жуткие. Это непонятно. Стартует с 400 и падает до 18, поднимается до 100, падает до 18, поднимается до 200, снова падает. И так на всем протяжении. Ну и лично мое мнение, это плохо, друзья. И непонятно, как себя накопитель покажет спустя месяц, полгода и тем более год. Несмотря на трехлетнюю гарантию. Поэтому, друзья, данный SSD накопитель стоит покупать лишь в одном единственном случае. Если вам удастся его купить по очень низкой цене, как, например, купил я. Во всех остальных случаях я данный SSD к покупке не рекомендую. И не советую даже просто смотреть в его сторону. То есть, если у вас зародилась мысль купить данный SSD, посмотрите мой обзор, сделайте выводы и купите себе другой. Ну а на этом, друзья, все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик. Вступаем в группу ВКонтакте, два обзора. И до новых встреч. Пока-пока.